Давайте поговорим о худшем в мире белке. Когда я был в супермаркете, я был очень голоден. Нельзя ходить в магазин голодным. Я заглянул в отдел мясной нарезки, и там были куриные крылышки. Я их купил, они выглядели отлично. Хотя я заметил, что все крылышки были одинаковой формы. Но я не придал этому значения. И вот я еду домой, ем эти куриные крылышки и думаю, «Ого, а они вкусные, пожалуй, даже слишком вкусные». И да, у меня возник вопрос, почему в этих крылышках нет костей? Я подумал, что, наверное, это какая-то порода бескостных кур. Уже дома я взглянул в зеркало. Мои глаза были совершенно красные. Мне стало плохо. Я почувствовал ужасную усталость. Меня тошнило. Я лег и проспал часа три. Я проснулся, чувствуя себя пьяным. Я позвонил в супермаркет и спросил, «Что содержится в этих крылышках?» Оказалось, что это были растительные куриные крылышки, сделанные из так называемого текстурированного растительного белка, который также называется текстурированным соевым белком. Это худший белок, который может есть человек, на мой взгляд. И, разумеется, этот белок получают из сои. Порой его получают из семян хлопка. Я и не знал, что хлопок — это съедобное растение. Я не слышал, чтобы многие люди ели хлопок. Технологию получения этого белка создали в 1960 году, поскольку надо было найти применение отходом производства масел из семян. У кого-то возникла отличная идея — превратить эти отходы в белок и продавать как еду. И сегодня этот белок есть в вегетарианских гамбургерах, в искусственном мясе, в хот-догах. Он есть в хлопьях для завтрака, в детских обедах. Он есть во многих продуктах. Это ультраобработанный ингредиент. Слово «обработка» здесь означает «удаление». В процессе ультраобработки продукта из него полностью удаляют какие-то компоненты. Таким образом, из соевых бобов удаляют масло, удаляют нутриенты, из соевых бобов удаляют клетчатку, их нагревают, в них добавляют химические растворители, такие как гексан, который, между прочим, входит в состав бензина. Вы можете спросить, а как потом удаляют этот гексан? Другим химикатом? Или остатки гексана не удаляют? Долгосрочных исследований безопасности не было. Верхний допустимый предел содержания гексана в пище не установлен. Существует даже хроническая интоксикация гексаном. Это бывает, если гексан вдыхают. А что, если его постоянно поглощают? А ведь почти треть калорий люди получают из масел, произведенных из семян. У текстурированного белка очень странная, ни на что не похожая форма. Он пористый, и вес жидкости, которую он может впитать, в три раза больше его собственного веса. То есть, по сути, он действует как супергубка. И это ГМО, более чем на 95%. В натуральном белке есть много всего. В нем есть витамины, минералы и многое другое. А когда вы едите что-то, в чем есть исключительно белок, телу, чтобы его переварить, приходится отбирать нутриенты у печени. Есть похожий продукт. Это так называемые изоляты соевого белка. И это номер два. То есть, это почти худший белок. Думаю, в текстурированном растительном белке нутриентов даже меньше, чем в изолятах. А изоляты соевого белка есть в сырах, хлопьях, в детских смесях. Изоляты соевого белка тоже отбирают нутриенты у печени, у разных тканей. Когда я вел практику, была очень популярна одна диета, которая называлась «Идеальный белок». Но белок в этой диете не был идеальным. Это были изоляты соевого белка. Я заметил, что у многих людей на этой диете было много проблем с печенью, много проблем с желчным пузырем. И после того, как соевые бобы превратили в изоляты соевого белка, их кислотность повышают, в них добавляют отбеливатель для обесцвечивания, средства для удаления запаха. Изоляты соевого белка — это тоже ультраобработанная еда. Хочу сказать еще кое о чем. Это называется белковым отравлением. Это также называют кроличьим голоданием. Если человек находится где-то в глуши и ест только кроличье мясо, а оно крайне постное, в нем почти нет жира, это почти чистый белок, его состояние может сильно ухудшиться. У него может быть утомление, диарея, он может даже умереть. Итак, если вы едите чистый белок, вроде протеинового порошка, осознайте, что вы создаете стресс для тела, особенно если в этом белке нет главных нутриентов, особенно жирорастворимых нутриентов. Если вы едите чистый белок без других нутриентов, вы лишаетесь жирорастворимых нутриентов. Кроме того, при сильном нагреве аминокислот из сои образуются токсины, и один из этих токсинов влияет на почки, из-за него клетки почек могут увеличиваться. Это так называемый лизиноаланин. Кроме того, есть разные виды такой обработанной сои. Есть так называемая гидролизованная соя. Это немного другое, это усилитель вкуса. Гидролизованную сою получают путем разрезания длинных белковых цепей, чтобы они стали короче. Ее используют в основном для усиления вкуса. В Азии употребляют много сои, но обычно это не полностью ГМО-соя, и ее ферментируют. Теперь, когда вы знаете, какой белок худший в мире, давайте поговорим о самом полезном в мире белке. Вот в этом видео.